Успех творческого конкурса среди членов профсоюзов не оставил иного выбора для организаторов, как продолжить добрую традицию в году 2016. Для того, чтобы привлечь еще больше участников, помочь талантам раскрыться, в конкурс под интригующим названием «Новые имена Беларуси» были внесены некоторые поправки. Никаких возрастных ограничений, свободы выбора и направления творчества. Фантазия только приветствуется. Одна из предложенных организаторами номинаций – изобразительное и декоративно-прикладное искусство. Здесь творческим и креативным все карты в руки. Кто-то представлял вышивки, кто-то живопись и графику. Другие удивляли публику и жюри работами из бисера, соломки, дерева и даже металла. А вот представительницы профсоюзной организации предприятия «Брест Жилстрой» решили продемонстрировать владение современной техникой, с вид-дизайном. И это, надо сказать, у них получилось. Кондитерские изделия, выполненные участницами конкурса, можно было смело назвать произведениями кулинарного искусства. Было очень интересно наблюдать, как люди подходили и говорили, а он действительно настоящий, это съедобно, да, это съедобно. У меня был интерес, я занимаюсь, мне интересно, ну и соответственно. Интересно было показать свои работы, посмотреть на работы других участников, хорошую возможность показать себя. От рукоделия и изобразительного искусства к сценическому творчеству именно так и называлась вторая номинация конкурса. В ней приняли участие 16 творческих групп, в составе которых порядка 80 представителей ведущих предприятий города Бреста. Лучшим из них по итогам выступлений предстояло пройти следующий этап – областной. Задача непростая, ответственность огромная. Он очень вызвал большой общественный интерес и стал визитной карточкой культурной жизни профсоюзов. Поэтому было принято решение на седьмом съезде Федерации профсоюзов в мае прошлого года, что такие конкурсы должны продолжаться и каждый год. Поэтому вот сегодня проходит этап Брестской городской финал вот этого конкурса «Новые имена Беларуси-2016». Он будет проходить под девизом «Созидая творить». То есть представители трудовых коллективов лучшие силы свои на этот конкурс направили. Для нас, для детей, мы смотрим на кого-то, как люди играют, с кем-то общаемся, на нас смотрят. Нам это интересно, я думаю, детям тоже интересно. Мы получаем удовольствие от того, что мы выступаем на сцене. Это в первую очередь. «Созидая творить» под таким девизом проходит конкурс в нынешнем году. Судя по тому, насколько увеличился интерес к проекту, насколько серьезно подошли участники к задаче, поставленной организаторами, можно не сомневаться в том, что традиция проведения мероприятия приживется, а желающих показать себя станет еще больше. Что же касается городского этапа проекта, в каждой из номинаций жюри определила тройку лучших. Именно этим счастливчикам предстоит продемонстрировать свои таланты в областном туре республиканского профсоюзного конкурса.